Из года в год преступление с кражей личного имущества граждан на вокзале у Брестской милиции находится на особом контроле. Тактика и техник воровства с годами остается прежней. Хотя бы потому, что пассажиры из поездки в поездку не изменяют своим привычкам. Телефоны кладут на стул, сумки под подушку, документы, деньги, другие ценности хранят не при себе. Оставляют их без присмотра в карманах верхней одежды в других легко доступных местах. В прошлом, в 2023 году на объектах инфраструктуры и железнодорожного транспорта количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 26%. С 60 до 76. 46 из зарегистрированных преступлений были кражи. В 26 случаях предметом преступного посягательства стала ручная кладь и находящиеся в ней денежные средства. В 12 случаях похищались мобильные телефоны и другие гаджеты. С начала текущего года на объектах ЖКД транспорта уже зарегистрировано 5 преступлений. Наблюдается снижение на 8 случаев. В пассажирских поездах, следующих по территории Брестской области, в 2023 году произошло 24 преступления. С начала текущего года произошел один случай. Это кража портфеля с мобильными телефонами и денежными средствами в городе Барановичи. В большинстве случаев кражи происходят из-за халатного отношения пассажиров к своему имуществу, которые оставляют свои вещи незнакомым гражданам на время покупки, допустим, билетов, либо каких-то своих других нужд. А по возвращении они своих вещей и не обнаруживают на месте, где оставили. Тут и без милицейской статистики понятно. Наши граждане до сих пор путешествуют, надеясь на авось. И пока одни думают, что пронесет, другие зарабатывают. Злоумышленники своего не упустят, воруют все, что плохо лежит. Как правило, у беспечных пассажиров. Потому в Брестской милиции был организован рейд, где правоохранители напоминали гражданам те самые правила, которые помогут им уберечь свое имущество. Мы напоминаем о соблюдении мер безопасности неутостительных на объектах транспорта. Вот вам листовочка, в которой все указано. Мы еще раз напоминаем. Еще мы напоминаем о том, что участились кражи на объектах транспорта. Напоминаем вам о том, чтобы вы не оставляли никаких своих личных вещей. Путь на плацкарте и тому подобное. Чтобы вы все это приимели при себе. Ясно? И вот, пожалуйста, еще даже фликерок. Это то же самое, это правила безопасности. И вот еще одно даже. Это так, почитать. У путешественников понимание того, как себя вести, чтобы не стать жертвой преступников, есть. Но зачастую поведение людей на вокзалах говорит об их излишней доверчивости к незнакомым людям. Все при себе. Кого-то оставляю. Семья у нас большая. Поэтому кто-то вот сидят, вот они вдвоем сидят, ждут. А мы с дочкой сходили, купили то, что нужно. Была, знаете, какая у нас ситуация? Папа телефон оставил на вокзале. Ну вот спасибо нашей милиции. Позвонили с телефона. Я прибежала, его забрала. На железной дороге никогда ничего не воровали. А какие вот, вы считаете, меры профилактики должны быть? Они не должны быть как бы хорошо сохранены у себя лично. То есть, ну, в сумке лежать. И сумка как бы должна быть при себе. Или, ну, в кармане, например, в джинсах. Это как бы подошел, взял и все. На железной дороге бываю как бы редковато, но стараюсь соблюдать. Профилактическую акцию сотрудники милиции провели также и в вагонах поездов, обратив внимание пассажиров на меры предостороженности перевозки ценных вещей. А также напомнили самое главное правило – быть менее доверчивыми.